Всем привет! Вы на канале Удивительная Планета и сегодня мы поговорим с вами о Статуе Свободы. Статуя Свободы. Вот уже больше века она высоко держит свой факел. Иммигранты, беженцы, туристы и те, кто вернулся домой. Статуя Свободы встречает всех, кто заходит в Нью-Йоркскую гавань. Статуя Свободы – одна из самых знаменитых скульптур в мире, часто называемая символом Нью-Йорка и США, символом свободы и демократии – Леди Свобода. Статуя Свободы была подарена Соединенным Штатам правительством Франции в честь столетия Американской Декларации Независимости. Гигантская фигура называлась Свобода, освещающая мир и в течение 10 лет создавалась в художественной студии скульптора Фредерике Агюста Бартольди. Гюстав Эйфель, творец Эйфелевой башни, разработал для нее конструкцию внутреннего стального каркаса. Планировалось вручить этот дар 4 июля 1876 года. Но из-за недостатка средств, которые должны были пополняться путем добровольных пожертвований, торжество пришлось отложить. Практичные американцы не понимали, ради каких таких романтических утопий они должны расставаться со своими трудовыми доходами. Бартольди вынужденно отправил в Штаты фрагмент статуи высотой 15 метров, правую руку и факел, который установил Филадельфии на выставке столетия. За то, чтобы подняться на сам факел, брали 50 центов. По тем временам приличные деньги. Затем руку с факелом перевезли в Нью-Йорк и установили в Мэдисон Сквергардене. И все же денег явно не хватало. И тут за дело взялся молодой журналист, редактор и издатель газеты World, Джозеф Пулитцер. В 18 лет он прибыл в Нью-Йорк без гроша в кармане из Венгрии и начал свою трудовую деятельность разносчиком газет. Затем он стал писать полицейскую хронику, мелкие заметки и довольно быстро стал владельцем умирающей газетки New York World. Он мгновенно перестроил ее работу, обращаясь к тысячам новых эмигрантов, таких же, как он сам, прекрасно понимая их нужды и чаяния. Так вот, Пулитцер резко включился в компанию по сбору денег. «Эта статуя не является подарком миллионеров Франции, миллионерам Америки», – писал он гневно. «Это дар французов всем американцам. Примите это как призыв, обращенный лично к вам. В течение пяти месяцев была собрана нужная сумма». Эта акция принесла Пулитцеру славу и позволила втрое увеличить тираж газеты. А в наши дни Пулитцеровская премия является самой престижной для журналистов. Наконец, 28 октября 1886 года президент США Гровер Кливлен под гром фанфар принял статую свободы на острове Бедлоу, переименованном в 1956 году в честь знаменитой статуи «Остров свободы». Изначально между правительствами двух стран была достигнута договоренность, по которой французская сторона отвечала за сооружение и перевозку статуи, тогда как Америка готовила для нее место и возводила соответствующий пьедестал. И французы, и американцы согласились, что для их цели лучше всего подойдет небольшой островок у входа в Нью-Йоркскую гавань. Здесь в свое время был уже устроен фундамент для форта Вуд в форме десятиконечной звезды. Он вполне мог послужить фундаментом и для грандиозного пьедестала, первый камень которого был заложен в 1884 году. Саму статую высотой 47 метров Бартольди собирался обшить медными листами толщиной не более двух миллиметров. Тонкую медь нужно было отчеканить по специальной деревянной форме. В итоге Бартольди со своими подручными изготовили 350 отдельных деталей обшивки, которые в июле 1884 года были отправлены на корабле в США. На острове Бедлоу их собрали вместе, как огромный конструктор и надели на стальной каркас, изготовленный эйфелем. Каркас состоит из четырех монументальных стальных опор, пронизывающих статую на всю высоту. Эти опоры крепятся к пьедесталу огромными стальными болтами. На основных опорах распределено кружево стальной рамы, которую Бартольди обшил сотнями деталей своего конструктора. Чтобы придать статую достаточную прочность и гибкость, каждый элемент медной обшивки был снабжен своей независимой балкой. Бартольди заранее рассчитывал на то, что материал обшивки облегчит ему сборку статуи. Ведь тонкая листовая медь легко гнется и режется. Это позволяло производить окончательную подгонку деталей прямо на статуе в процессе сборки. Так или иначе, статуя свободы без сомнения является образцом мастерства талантливого французского инженера. В ансамбле с цоколем, выполненном в классическом стиле архитектором Ричардом Хантом, высота статую от основания до верхушки золотых языков пламени составляет 95 метров. Семь лучей на ее венце символизируют семь морей. Для многих путешественников, пересекающих Атлантику, чтобы попасть в Америку, статуя свободы являлась символом свободы, независимости и процветания. По случаю столетнего юбилея в 1986 году статуя свободы сделали подтяжку лица. Соленый морской воздух так разделал ее конструкцию, что потребовалась серьезная реставрация. Добровольные взносы граждан по всей Америке слегкой покрыли затраты в 2 миллиона долларов, необходимые для этой работы. Эта статуя очень много значит для граждан Америки и не только для них. В переносном смысле статуя свободы была первым знаком нового мира для многих миллионов иммигрантов, пребывающих в Америку последние два века. Знаменитые слова на пьедестале статуи свободы принадлежат нью-йоркской поэтессе Эми Лизарус, которые были написаны после прокатившейся по России в 1880-е годы волны погромов, заставивших многих евреев пересечь Атлантику. С тех пор ее строки приобрели всеобщее звучание, служа маяком надежды для всех обездоленных и гонимых. А мне отдайте из глубин бездонных своих изгоев, люд забитый свой. Пошлите мне отверженных бездомных, я им свечу у двери золотой. Добраться до острова свободы можно с помощью парома, отходящего от причала Беттери парке. Зайдя в парк, вы увидите длинную организованную очередь, как когда-то в Мавзолее. Это и есть желающие побывать на острове со статуей, к которым, может быть, вы захотите присоединиться. Посещение короны вновь разрешено, однако количество мест ограничено, поэтому нужно бронировать билеты заранее. Тем, кто это не сделал, предстоит прогуляться по площадке вокруг статуи и подняться на обзорную площадку 16 этажа. Специальный стеклянный потолок позволяет увидеть впечатляющие внутренности статуи. Посещение острова на пароме обычно сочетается с посещением соседнего острова Элис. Заказав билеты на паром заранее, вы посетите обе достопримечательности. Экскурсию на Элис Айленд и статую свободы лучше совершить в теплое время года и светлое время дня. Конечно, зимой желающих гораздо меньше. Так что, если не бояться ледяного, пронизывающего ветра, который добирается до кожи через самое теплое пуховое пальто и перчатки, то стоит попробовать. Путешествие на катере чудесно, но на открытой площадке находиться в холодное время года весьма экстремально по своим ощущениям. На Элис Айленд расположен старый иммиграционный центр, куда поступали и где регистрировались все, вновь прибывшие в страну. Теперь там музей. Интересные факты о статую свободы. Официально в переводе с французского ее название звучит «Свобода, освещающая мир». Также она известна как статуя свободы, леди свобода или мисс свобода. Автор статуи – французский скульптор Фредерик Бартольди. Гюстав Эйфель отвечал за инженерные работы. Он же создал ее стальной внутренний каркас. Общий вес статуи – 254 тонны. Сама статуя имеет высоту 46,5 метров и стоит на 47-метровом пьедестале, к вершине которого ведет лестница из 194 ступеней, а до короны статуи нужно пройти 354 ступени. Статуя свободы включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году. Остров Элис скромен и порой даже убог, а с другой стороны символизирует исполнение желаний. Здесь в островной больнице умерло более 3000 человек. Многим отказали вправе на въезд. Иммиграционная станция на острове Элис – вторая остановка идущих к статуе свободы. Красивое главное здание стало музеем иммиграции, где проходят интереснейшие выставки и показы фильма о жизни иммигрантов, о том, как приток населения изменил США. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok